Новапорт готовит посадку в Узбекистане Новапорт готовит посадку в Узбекистане и холдинг собирается инвестировать в аэропорты Самарканда, Намангане и Ургенче. Газета «Коммерсант» номер 93 от 31 мая 2019 года, строение 8. Новапорт подписал рамочное соглашение о модернизации узбекских аэропортов в Самарканде, Намангане и Ургенче. Холдинг Романа Троценко стал первым из российских игроков, объявившим об интересе к аэропортам страны, реформирующей отрасль после смены власти. Инвестиции могут стать шагом Новапорта к участию в аэропорту Ташкента. Вероятность прихода в Узбекистан других российских игроков минимальна, кроме Ташкента. Здесь нет отраслевых активов с высокой отдачей, а инвестиции в Среднюю Азию эксперты по-прежнему называют рискованными. Новапорт Романа Троценко подписал с правительством Узбекистана рамочное соглашение о модернизации и развитии аэропортов Самарканда, Намангане и Ургенче. Они принадлежат национальному авиаперевозчику «Узбекистан Airways». По словам собеседников твердый знак в новапорте, холдинг не претендует на участие в капитале, речь идет о концессии. Для проработки условий будут привлечены консалтинговые компании, работа займет около четырех месяцев. В холдинге не раскрывают ни объем инвестиций, ни масштаб преобразований. Первым пройти реконструкцию должен аэропорт Самарканда. В 2022 году город примет саммит Шанхайской организации сотрудничества, который станет первым крупным международным событием в городе за весь постсоветский период. В отрасли называют поставленные сроки реконструкции крайне сжатыми. На модернизации аэропортов на Мангана и Ургенча отведено больше времени – около пяти лет. В мае Роман Троценко рассказал твердый знак об интересе к казахстанским аэропортам Актоби. Инвестиции он оценил в 50 миллионов долларов. И Нур Султан. Новапорт стал первым из российских профильных холдингов, проявившим интерес к проектам в Средней Азии. Этот шаг связывают с казахстанскими участниками холдинга – инвестфонд. «Меридиан Капитал», которые лучше знают условия ведения бизнеса в Средней Азии. Участники рынка говорят, что регион может быть привлекателен для инвестиций в ситуации, когда российский рынок уже структурирован и распределен между основными игроками. Старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики Ниловший Андрей Крамаренко отмечает, что после смены власти в 2016 году Узбекистан приступил к реформе авиаотрасли, в частности, началось отделение аэропортов от базовой авиакомпании «Узбекистан Airways», что потребовало привлечения инвесторов с опытом управления инфраструктурой. Сегодня в Узбекистане нет ни управленческих технологий, ни инвестиций, необходимых для работы аэропортов, говорит эксперт. Как прошло первое заседание совместной комиссии на уровне премьер-министров России и Узбекистана. Он не исключает, что инвестиции в региональные аэропорты могут стать первым шагом холдинга Романа Троценко в будущей борьбе за аэропорт Ташкента, самый привлекательный актив в Узбекистане, его пассажиропоток – 3 миллиона человек в год, Самарканда – 500 тысяч пассажиров. Учитывая стратегическую важность аэропорта Ташкента, не стоит в ближайшее время ожидать от властей Узбекистана шагов по привлечению в него инвесторов. Но реконструкция трех региональных аэропортов может стать аргументом в пользу новопорта при выборе инвестора для столичного аэропорта в будущем, считает господин Крамаренко. Он считает маловероятным появление в регионе других российских игроков, аэропортов регионов, входит в Ренову Виктора Виксельберга, и Базел Айро Олега Дерипаски. Вести бизнес в регионе со сложной политической обстановкой и ощутимым риском потери инвестиций решится далеко не каждый, полагает эксперт, а кроме аэропорта Ташкента, активов с существенной отдачей здесь не наблюдается. Герман Костринский Герман Костринский